Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня в этом видео я бы хотел вам показать как сделать самодельную форму из гипса для отливки вот таких вот интересных грузил 120 граммовых с такими вот шипами ёжики, их называют в простонародье для ловли на сильном течении Эту идею я взял с одного канала, там лили немножечко другие друзья, ссылочку я оставлю написание. У нас есть несколько макетов, я специально сделал несколько, чтобы сделать несколько форм. Смотрите, это обычная, то есть вот бумага с папок, с ненужных, можно взять глянцевые грамоты, где плотненький такой картон можно даже из картона сделать, ну из картона думаю будет немножко не то лучше взять именно такую бумагу, думаю можно найти везде. 6,5 см что это значит? 6,5 см, это значит вот от этого края, давайте вот так сделаем вот от этого края мы отступаем 6,5 см отсюда тоже мы отступаем 6,5 см ну думаю вы поняли и расчерчиваем раз, раз и у нас получается вот такая вот наша формочка как ее соединить? в принципе тут все очень просто нам нужно взять и вот здесь сделать прорезы вот тут давайте это и сделаем я покажу что получится вот так сильно далеко резать не нужно да главное по линии еще резать а то можно скосить я же еще такой парень люблю люблю закосить так прорезали так прорезали как теперь собирать собирать все просто просто по вот этой линии нужно согнуть сделать изгиб самой этой формы ее можно чем-нибудь вот так продавить чтоб она лучше согнулась и взять уже потом вот так вот раз одну сторону потом вот здесь тоже сделать вот изгиб ну желательно просто рисовать именно вот прям продавливать когда вы рисуете линию и тогда оно согнется и не надо будет даже ножом или еще чем-то дополнительно продавливать саму линию тогда будет все и так у вас замечательно так готово и теперь сгибаем как это теперь собирать да легче легкого вот так раз коробок ну тут тоже же естественно изгиб вот так промять и здесь тоже изгиб промять и будет тогда замечательно соберется коробок наша формочка все очень просто прям я даже не знаю как это назвать до невозможности просто вот вот так собирается наша форма наверное вот так лучше даже будет вот так смотрите вот вот такой вот карабан у нас получается толстый ну то есть широкий да вот он на вид прям такой широкенький я сделал специально потому что у нас вот эта штука толстая плюс нужна это ерунде ерунду вина чтобы роб не репнул у нас этот скажите мне гипс когда мы будем делать заливку все теперь приступаем к самой ответственной части промотать это все скотчем берем и погнали промотать естественно вы не будете слушать этот дурацкий звук как отрывается скотч я подставлю хорошую мелодичную успокаивающую музыку ну либо промотаю а может быть ускорю формочка у нас готова проклеена она со всех сторон теперь осталось замесить нам гипс какой гипс многие спросят гипс обычный гипс вот такой вот если вам это что-то говорит мне допустим вообще это ничего не говорит гипс как гипс нужно взять ложку и насыпать в эту тару гипс застывает быстро поэтому нужно будет разбавить водичкой но разбавлять до той степени чтобы он был прям как вода не нужно надо чтобы он был как густая сметана прям густая густая и будет само то но можно конечно не угадать потом придется опять немножко добавить где-то наверное половину ведра на такой коробок можно даже чуть-чуть побольше чем половину потому что форма будет в два слоя где-то так теперь пойдет вход водичка если есть небольшие кусочки или чуть-чуть сверху водички ничего страшного все начинаем заливать прям берем и не боясь вот так полюхаем ну какая штука получилась штука муха даже можно было мне еще замешать побольше чтобы слой был потолще так теперь делаем вот такой вот вот такую штуку это нужно для того чтобы вышел воздух выровнялся гипс нормально то есть вот так даже мне кажется не хватает надо наверное все таки еще замешать делаем это очень быстро вот это уже немножко получше все постучали оставляем эту тару вымываем гипс уже достаточно подсох теперь нужно нашу деталь разместить но надо подумать где вы будете делать заливку так ну я имею ввиду куда будете заливать я буду заливать сверху вот сюда я здесь сделаю вороночку распределяем посередине уже достаточно хорошо подсох надо было надо было немножечко позже это делать ну уже как есть вот это немножко заравниваем вот так ничего страшного пусть подсыхает все а направляющая вот эта вот стрела она у нас уже пойдет на второй слой все теперь ждем полного засыхания получилось вот так смотрите сейчас чуть-чуть перевернул чтобы вы понимали наполовину где-то я ее засунул но надо ждать когда он вот начнет густеть 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 и станет такой вот я не знаю как вот плавленый сыр и тогда хоп опустили я немножечко сейчас прозевал но это ничего страшного наконец таки наш гипс с вами подсох сох он долговато где-то наверное часа полтора и то он еще такой тепленький до конца не высох поэтому когда будете заливать имейте ввиду что сохнет долго берем сверло примерно диаметр как пол моего мизинца даже номер наверное может быть скажу или не скажу старое сверло номера уже нет ладно сверлим направляющие прям вручную не боимся вот тут в уголку берем и начинаем высверливать и так в четырех углах просверлил я дырки уже хорошо прям подстыл так гипс я пошел взял дрель и просверлил просто дрелью что-то сверло даже рукой трудновато было крутить поэтому дрель сделал свое дело теперь самое главное форма у нас уже сформировалась нам нужно промазать ее маслом можно взять любое масло если у вас это у меня отработка здесь если у вас нету отработки там еще там какие-то я не знаю растительное масло берете и мажете потому что в комментариях я думаю по-любому люди будут спрашивать а можно ли таким таким любым вообще маслом можно помазать хоть там льняным я не знаю и обязательно вот по капельке ну или можно не по капельке в эти колодцы налейте чтобы там оно было тоже чтобы все смазалось иначе форма потом у вас нормальная не отстанет от гипса и вот это уже будет капитальная проблема уж поверьте лучше пусть будет масло побольше но не будет таких проблем как не дай бог там форма не отклеилась или еще что-то оооо вот это нехорошо но иногда бывает с этой штучкой хоть она и очень удобная это с обычного это капель в нос замечательно тут нужно взять за правило много масла не бывает так видите стенки отпали вот стенки если отпали берем вот так и короче струхиваем чтобы они повыпадали вообще повыпадали так угу нормалек нормалек то что в колодце там чуть-чуть поналивалось это не страшно сразу говорю все good теперь вот как видите гипсарь начинает потихоньку впитывать вот это не очень хорошо промазали все теперь надо замешивать гипс у меня вот уже все готово наливаем воды и начинаем замешивать я взял ложку в этот раз думаю ложкой дело пойдет быстрей и будем мешать надеюсь ведра целого хватит и не придется мне там извращаться еще до замесы делать не люблю до замеса люблю все одним замесил и все если у вас есть надреть какая-нибудь насадочка или проволоку там вы скрутите даже можно этот скажите алюминиевую проволоку медную там толстую проволоку или с сварочный электрод оббить скрутить и сделать из него типа венчика и этим венчиком взбивать вот можно сделать и будет замечательно но мне сказать честно было это делать лень потому что у меня уже где-то пол десятого вечера завтра на работу поэтому я делаю так короче идти искать и оббивать электрод вечером мне не захотелось поэтому ложка пошла в ход а ну и ложкой он хорошо размешивается даже можно еще чуть-чуть водички не повредит застывать будет дольше но это ерунда оставим на ночь и за ночь она вся как раз так все замесили теперь форма колодцы вот эти чуть-чуть слил с колодцев чтоб края промазать если у вас там будет вот видите отпало опять все все четко теперь начинаем заливку нашей сметаны погнало дело вот это уже другой разговор да замешивать точно не придется хватит с головой отлично как я уже и говорил в прошлый раз вот эта вот штука обязательно чтобы она прошаталась по форме там чтобы вышли все пузырьки обязательно вот видите пузырьки выходят воздух уходит поэтому делайте такое обязательно это как плитку знаете из цемента чем больше пузырьков выйдет тем крепче будет форма тут тоже самый принцип актуально вот этой репу и но и и и а и и а ну все в принципе Вот так вот и оставляем. И теперь можно её оставить часов на 12 точно, а то и больше на сутки. Можно и на двое, и забыть за неё. Дамы и господа, вот прошло уже несколько дней, получилась такая вот у нас форма. Вот так она выглядит. Хотелось бы, конечно, получше, честно скажу, но получилось как получилось. То есть, что получилось с направляющими? Хочу сразу вам сказать, что нужно подождать немножечко, чтобы просох этот гипс, и снимать, ну, где-то минут, наверное, 30, пусть чуть-чуть больше, и потом уже пытаться рассоединять форму, половинить её. Если вы этого не сделаете, подождёте, так как я больше суток, я прождал практически двое суток, а потом начал рассоединять, она до того очень сильно склеилась, что пришлось постукивать молоточком, вот здесь посерединке. Ну, естественно, она располовинилась, нормально всё, но направляющие мои, они полностью у меня рассыпались. Я взял, просто прослил дырки и думаю купить вот эти деревянные штуки, которые скрепляют комоды, ящики и так далее. Я не помню, как шплинты, они деревянные называются. Далее. Теперь, самый важный момент. Вам нужно просверлить канавку, ну или прорезать, вот как я это сделал, в этой форме. Когда вы её вот так собираете, вот должно быть гнездо, куда будет заливаться у вас свинец. Проволочку тоже хочу сказать, что мне не понравилось, нужно было брать немного потолще, но это уже как получилось. Но я думаю, она со своей ролью всё равно справится. На крайняк можно её выкинуть, заливать такую, которая есть и потом просто в этой получившейся детали делать дырку сверлом. Ничего здесь страшного нет, поэтому не пугайтесь. Вот такая вот форма получилась. Я думаю, даже можно без направляющих пролить, попробовать сделать первый, так сказать, залив в эту форму и что у нас получится. Настало время испытаний, дорогие друзья. Скрепил я форму нашу с гипса, обычной такой вот струбциной небольшой. В магазин съездил, купил, потому что в гараже у меня, кстати, такой не оказалось, хотя где-то была. Но, как всегда, положил и забыл. Давайте теперь покажу. Плавлю я свинец, на газовой плите. Вот так вот он выглядит. Думаю, вам видно. Гвоздиком аккуратненько шлак убираете. Ну, в сторону немножко отводите, потому что со шлаком нам не нужно. И, естественно, всё очень аккуратно делайте, потому что безопасность превыше всего. Заливаем. и ставим обратно на горелочку. Всё, свинец наш застыл. Какая красота! Аж дымок идёт. Сейчас ещё чуть-чуть подождём, и будем его выколупывать оттуда. Я сделал вместе с этой, скажите, пожалуйста, с проволочкой внутри. Сильно затягивать не нужно, так, чисто символически. Теперь, думаю, можно располовинить. Посмотрите, какая красота! Что у нас получилось? Я считаю, это отличный вариант. Так, вытащить, вытащить. А вот вытащить уже плоховато. Слушайте. Ну, понятно, что горячее. Но получилось очень достойно. Можно вот эти дырочки ещё сильнее расширошить, чтобы глубже было. Но, мне кажется, уже довольно-таки хорошо. Надо посмотреть, как сделалась вторая сторона. И, мне кажется, в проволочке совершенно нет нужды. Потому что и так замечательно всё. Если что, можно просверлить дрелью. Так, давайте, что давайте? Давайте выколупаем эту всю штуку. Когда-то это был мой самодельный ножик. Ну, он и остался. Ну, уже подсточился порядком. Аккуратненько. Не забывайте, что гипс, он как бы хрупкая вещь. Его нежелательно разламывать. Такими вот движениями неспешными достаем. Спешить нам некуда. Немножечко тут, конечно, он поломался. Но это всё ерунда. Нам главное больше зацепа на дне. Вот такая штука получилась. Даже тут постаралась отпечататься, посмотрите, граммы. Но в покупном 120 грамм написано, ну, без разницы. Так, ну, вот эта ерунда, конечно же, не вытаскивается. Поэтому делаем без неё и этот, просто дрелью делаем дырочку. Вот эту штуку, я вот думаю, стачивать или скруглять до конца, даже не знаю. Ещё потом подумаю. Но меня результат больше, чем удовлетворил. Вот такая вот получается ерунда. Я сделаю несколько таких заготовок, а потом покажу итоги. Покажу. Если очень быстро открыть форму, вы залили, потом её открыли, и начать шевелить вот этот вот наконечник, который выступает в роли воронки, он отламывается очень успешно. Пока он горячий, но только аккуратно нужно это делать, чтобы не повредить саму основную часть детали. То есть, вот так это будет выглядеть. Смотрите, конечно, эстетическая часть детали уже пострадала, но, ну и в граммах она, конечно, чуть потеряла. Но основную функцию она свою будет выполнять. Поэтому всё замечательно. Это вот для тех людей, которые не будут хотеть отрезать вот этот хвостовик. Это будет для них запарно или геморно, не знаю. Вот, есть такой вот вариант. Получилось вот такое вот количество заготовок. Я всем доволен. Получились они очень интересные формы. Немножечко сейчас после обработки обсудим дальше. Появились новые такие вот детальки, то есть новые капельки. Ну, понятно, немножечко деформировался гипс. Но ничего, это дополнительное, получается, будет сцепление с поверхностью. Поэтому хорошо всё. Форма. Что касается формы, давайте немножко обсудим, потому что это гипс. Как раз закончился свинец и вот моя ошибка хочу вам показать. Видите, вот эти вот капли. Вот. Вот эти вот капли. Это свинец. Я очень рано вытащил, пытался достать форму и получилась вот такая вот ерунда. Поэтому не спешите, как только перестал идти дым с воронки, подождите ещё секунд 15-20 и потом доставайте. Дальше. Тоненькие стенки. Здесь сантиметров наверное 4, вот так, 4, где-то 3 может быть, мало. Здесь поболя, конечно, тут уже где-то наверное к 5 близится. Я думаю, надо делать где-то по 7, потому что появились трещины. Как можете наблюдать, вот треснула форма, но она треснула после второй заливки. И вот это тоже на воронке она треснула после второй заливки. Она дальше выдержала и она в дальнейшем тоже будет выдерживать. То есть все будет заливаться, все будет нормально. Но просто на будущее советую, кто будет делать, сделайте обязательно потолще стенки, воронку делайте такую, как я сделал, вот такую большую, чтобы заливать было удобно конечно идет излишек но излишек вы потом отрежете будете использовать его повторно но воронку делать удобно намного чем заливать в маленькую теперь перейдем к обрабатке очень хорошо спиливается вот этот вот отросток наша с вами воронка обычной ножовкой по металлу у меня тупое полотно на ней я забыл купить полотно но даже тупым полотном спиливается на ура можете болгаркой если хотите но ножовочкой нормально потом это напильником или на наждаке как это сделаю я хочу поделиться с вами итогами что у нас получилось получились вот такие вот интересные оригинальные у нас грузики с неповторимым я даже не знаю как произведением искусства куча шипов вот эти вот шипы я не стал учищать удалять я решил их оставить думаю чем больше зацепа будет по дну тем лучше оставил насчет дырок в оригинальных грузах дырка шла вот так но отверстие отверстие оно было здесь по длине я сделал по ширине потому что ну короче во первых я решил делать сверлом сверлом сразу говорю не нужно делать нужно брать зажимать гвоздь в дрель по диаметру которым нужно и сверлить гвоздем все замечательно сверлится вот эти все отверстия были проделаны исключительно гвоздем вот гвоздем вот ну то есть понятно да все гвоздем было сделано а вот это тут естественно дрель отломана почему сделал так я не вижу смысла но она будет так будто на у так крутится будет так будет вот так что-то запутать сомневаюсь что она что-то там запутает меня мою оснастку ничего она не запутать потому что тут будет стопор и дальше будет крючок все тут же будет кормушка то есть все будет замечательно по весу давайте разберемся с весом включим наши сами весы и разберемся с весами я уже все взвесил как вы можете наблюдать вес разный естественно он варьируется 130 грамм ну плюс минус 2 грамма я не знаю почему так показывают не знаю ну короче 130 окей давайте взвесим вот эту что это покажут 132 лежит какая-то юрнишка юрнишка ну короче плюс минус грамм 2 грамма думаю роли не играет опять же вот это вот весит меньше всех потому что как можете наблюдать вырваны здесь ну то есть я когда поспешил пытался хвостовик отсоединить в итоге порвал остальные я просверлил замечательно без дополнительных то есть дырок ну то есть тут конечно есть сколько у меня получилось в итоге у меня не запоротых вот это вот нормальная вот это нормально сразу же вот это нормально я сделал и вот это вот тоже нормально они врух все остальные тоже работоспособны все good единственное что только то есть тут эстетическая да сторона хромает да и вообще выглядят они знаете как скажите а постапокалипсис прям вот вообще такие прям ежи зверски как будто они подверглись радиации с ними вот произошли таких вот изменения короче побывали они в аномалии как в сталкере в итоге всем огромное спасибо что посмотрели этот метод действующий единственно что берите гвоздь и стрелите гвоздем гвоздем можно даже по длине сделать но я не стал этим заморачиваться и решил сделать посередине и зря я сделал так ну такую вот форму я думаю надо было делать вот такую квадратом просто чуть чуть побольше сделать квадрат именно вот квадрат поэтому всем спасибо за внимание здоровья вам друзья удачного клёва чтобы у вас был всегда полный садок рыбы и всем пока